Добрый день, мои любимые зрители! Рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня продолжаю рубрику полезные советы. Полезные советы, как правило, лишними не бывают. И давайте начнем. Если вы пользуетесь щипчиками для завивки ресниц, наверное, все пользуются, то перед тем, как завивать реснички, воспользуйтесь обычным феном. Нагрейте щипчики, и у вас ресницы завьются намного лучше, и будут держаться целый день. Следующий совет касается тех девушек, женщин, кто собирается на свидание, и как назло. Или вы с утра встали, у вас выскочил какой-то неприятный прыщ, или еще что-то. То есть, ну не нужен он в этот момент. Ерунда. Берете капли для глаз, которые служат от покраснений. Вот у меня капли для глаз и ватный диск. Намочите его, и положите в морозильник минуты на три, и приложите. Подержите, и ваш прыщик практически исчезнет, и не будет портить вам настроение. Вы уложили волосы в красивую прическу. Ну и как назло, что-то торчит. Ну вот, никак. И для этого воспользуйтесь лаком. Но лаком не на волосы, а на расческу. То есть, вы обрызгиваете расческу, и проводите по волосам. И все, и торчащие волоски вам не угрожают. Следующий совет касается маникюра. Как правило, красим ногти за одной кутикулы. Кутикулу. Знакомая ситуация. Для этого нужно, можно воспользоваться вазелином. Обычным вазелином. Перед тем, как вы наносите маникюр, мажете нашу кутикулу, и все, можно будет наносить. И лак очень легко сойдет с кутикулой. Также можно воспользоваться клеем ПВА. То есть, также наносите, ждете какое-то время, пока высохнет, и стираете. Бывает такое, что вы купили скраб, и обнаружили, что он очень грубый, и раздражает вашу кожу лица. То есть, скрабки лица вы купили, имеется в виду. Не обязательно его выкидывать, можно им скрабировать наши руки, в таких грубых местах, пятки, в основном пятки. Так что, воспользуйтесь этим советом. Вы собираетесь куда-то, и ваша любимая тушь засохла. Беда? Нет, не беда. Берете горячую воду, и туда нашу тушь. Минут пять подержите, вытаскиваете, и все. И ваша тушь, любимая, опять есть, и можно красить. Так что, надеюсь, эти маленькие, но нужные косметические трюки и советы помогут вам в какой-то ситуации. Всем спасибо за внимание, всем пока-пока!